Всем привет! Сегодня буду делать соленые огурцы по вкусу как бочковые, только в домашних условиях. Получаются очень хрустящие и вкусные огурцы. Что нам для этого нужно? Обычная холодная вода. Вода у меня фильтрованная, но не кипяченая. Здесь у меня 2 литра воды и добавляю я 200 грамм крупной соли без йода. То есть получается на литр воды 100 грамм соли. Этот рассол получается, как если бы вы делали для сыра рассол. Если бы вы делали когда-нибудь, то вы должны знать, какой получается рассол. Хорошенько все перемешиваем и оставляем минут хотя бы на 15, чтобы вся соль растворилась. Итак, подготовим пока все остальное. Хорошенько промываем огурцы, не имеет значения сколько. И травы у меня здесь сушеные. Значит, насчет трав. Травы обычные, как продают обычно комплектом. Зонтиком укроп, сельдерей, вишня. То есть все, что есть у вас, все, что по вкусу вы любите, то и добавляйте. Здесь главный процесс, как делается, я вам расскажу. А то, что добавлять, это уже у вас по вкусу. Сверху я добавляю петрушку. То есть эти травы и зелень все тоже промываем. Добавляю несколько горошин черного перца. Болгарский перец. Чеснок, несколько зубчиков. Я делаю все это в контейнере пластиковом. Вы можете в любой другой посуде делать. Добавила и острый стручковый перец. И сверху выкладываю огурцы. Почему я делаю вот в такой широком контейнере? Здесь потом легче будет это все сливать и промывать. Обычно в бутылях каких-то делают. Оттуда, если будет плесень какая-то, то останется внутри непромытая. А тут легче будет все достать, промыть. Потом уже сложить баночки. Складываем сверху огурцы. Огурцы у меня, к сожалению, не маленькие. То есть у меня было много огурцов, некуда было девать. Вот захотелось мне сделать такие соленые огурцы. Обычно для соления и маринования берут маленькие, совсем тоненькие огурцы. Но то, что есть. Думаю, все равно получится нормально. Вот так вот все сложила. Сверху заливаю рассол. Количество рассола и огурцов. То есть рассол должен полностью покрывать огурцы. Не обязательно там на какой-то килограмм огурцов, сколько-то именно литров воды нет. Именно вот столько, чтобы рассол весь покрыл. У меня 2 литра не покрыло. Я сделала еще 1 литр рассола и сверху добавила. Напомню, что сейчас начало августа. Сверху положу тарелку. Можно крышку какую-нибудь. Главное, чтобы огурцы немножко утопить в рассоле. И закрою крышку. Оставлю на несколько дней, чтобы должно произойти брожение. Будет образовываться плесень. И будем держать до тех пор, пока брожение не прекратится. Это займет несколько дней. У кого 5 дней, у кого 7 дней. Итак, сегодня уже второй день. Значит, позавчера я все выложила сюда. Вода слегка мутная. У нас слегка поменялся цвет. Запах приятный. Но еще рано. Сегодня третий день. Вот у нас уже начинают появляться пузырьки. Брожение уже началось. Итак, сегодня пятый день. Уже образовалась плесень, как мы видим. Не волнуйтесь, так и должно быть. Эту плесень, конечно, я сейчас уберу ложкой. Просто возьму сверху и все. И будем смотреть дальше. Если снова образуется плесень. Снова возьмем. И будем вот так делать до тех пор, пока вот это брожение не прекратится. Плесень больше не будет. Брожение вроде остановилось. Никакой больше пены, ничего нет. Вот эти вот остатки вчерашнего. Огурцы крепкие, хорошие. Запах хороший. Теперь нам надо хорошенечко промыть и заполнить все это в баночку. Теперь эту воду будем сливать. Будем все хорошенечко промыть. Зелень промою в конце. Я заполняла вот этой фильтрованной водой. Потому что из-под крана у нас не очень чистая вода. Вы можете, если у вас чистая вода, сразу из-под крана заполнять, все делать. Все хорошенько промываем. И заполняем баночку. Я сразу заполню. Баночку я просто промыла хорошенько, но не стерилизовала. Я знаю, видно. Смотрите продолжение в следующей серии. Особо такой плесени не было сильно, потому что у меня посуда большая, если вы будете в каких-то баночках или вот некоторые делают из-под воды вот эти вот бутылочки пластмассовые, там вот образуется больше налета. Вот я в контейнере все мариновала, потому что вот так вот доставать, смывать легче получается. Все заполню. Больше всего налета было на зелени, поэтому зелень надо смывать очень хорошо, тщательно. Дальше я буду делать крышу из зелени. Зелень я оставляю напоследок. Хорошо промыли. И вот так вот закрываем так, чтобы в дальнейшем воздух не проникал туда. Получается в крыше такая. Баночку заполнили. Дальше вот так вот наливаем воды из-под крана, так, чтобы прямо вот стекало. Сейчас чуть-чуть еще промоется, как бы баночки. Чуть-чуть потрясем, чтобы везде попала вода, чтобы не было воздуха. Все заполнилось. Закрываем. Воду лишнюю не сливаем. И плотно закрываем крышку, прям очень плотно. Дальше что мы делаем? Оставляем на кухне еще на несколько дней. Будем смотреть. Если брожение восстановится, значит будем открывать крышку, выпускать воздух. И если вода сбежала, слегка дольем. После этого еще подождем пару дней и можно уже ставить в кладовку. Вот так вот. Итак, посмотрим. Тарелка сухая. Значит, брожения больше не было. Вот так вот он выглядит. Все, теперь убирать буду я на балкон. Там у меня закрытый балкон, но холодный. Там положу в кладовку. Если брожение не восстановилось, значит мы все сделали правильно. Так, сейчас декабрь. Официально не выкладывала ролик с огурцами, чтобы показать вам, как он будет выглядеть в декабре. Многие сомневались. Посмотрите, вода чистая. Посмотрим, как выглядят огурцы. Вот за счет того, что эту крышу мы сделали из вот этой зелени, огурцы не испортились. Так, сколько у меня тут зелени. Так, ищем огурцы. Вот так вот они. Чуть выше возьму. Вот так вот они выглядят крепкие. Посмотрим, сейчас смогу сломать ее. О, если огурец ломается, хрустит, значит все нормально. Внутри нет пустоты. Можно даже похрустить. Холодная, правда. И соль получалась в меру. То есть после того, как мы промыли, наполнили обычной водой, уже без соли. И вся лишняя соль, которая была в огурцах, она отдалась воде. И получилась соль в меру. В общем-то огурцы получились отличные. Рекомендую. Как раз сейчас под Новый год. К салатам без уксуса, без лимонной кислоты. Обычно, если огурцы с уксусом, салат быстро портится. Поэтому, именно такие огурцы подходят для салатов. Ну и просто, если у кого-то есть, допустим, проблемы с желудком, нельзя им уксус. Вот так вот. Ну а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока. Пока-пока.